Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Похоже, что бычий флаг себя оправдал. За последние 40 часов мы снова увидели интенсивное движение. Это уже привычное поведение биткоина в этом году. Движение состоит из трех этапов. Консолидация, прорыв паттерна и резкий рост. Так случилось и на этот раз. Главная криптовалюта вышла из плотной консолидации, которая происходила приблизительно на уровне 11200 долларов. Самая высокая тень свечи заканчивается на отметках почти 12900 долларов. На данный момент мы видим цену в 12300 долларов плюс-минус на момент записи этого видео. Годовой же пик, который биткоин оседлал 26 июня, составлял около 13900 долларов. И скорее всего, именно эта отметка может рассматриваться чем-то вроде следующего уровня сопротивления. Я сказал чем-то вроде, потому что весь этот год ни одна линия сопротивления не отработала так, как все ожидали. Весь год биткоин ломал эти уровни как соломки. Почему же это происходит? Что такого в этом 2019 году и чем он отличается от других? Мне кажется, все дело в риторике вопроса. Никто уже не спрашивает, а восстановится ли цена биткоина. Зато все спрашивают, как далеко это может зайти, как высоко он еще вырастет. Никто теперь не говорит о том, что BTC скоро умрет. Фундаментальные данные первой криптовалюты никогда еще не были такими сильными. Мы говорили об этом постоянно на этом канале, если вы были подписаны, то знаете. Многие люди заметили также тенденцию этого года. Биткоин делает два шага вперед и один назад и повторяет это снова и снова. А иногда никакого шага назад даже и нет. И мы видим только этап консолидации или то, что я еще называю временной коррекцией. Не путайте этот термин с коррекцией цены. На более масштабной картинке мы тоже видим бычьи тренды. Дневные свечи, недельные, месячные, все они показывают бычий тренд. Ну и теперь мы подходим к главному вопросу. Его задают много и часто. А когда продавать биткоин? Стоит ли его вообще сейчас покупать? Люди радуются прибылям, но эти прибыли станут реальностью только тогда, когда они зафиксированы. Не вижу ничего плохого в фиксации прибыли, но лично я, ребята, я не продаю. Я продолжаю покупать биткоин каждый месяц в конкретный день и на фиксированную сумму. Но это не финансовый совет. Просто задумайтесь, фаза капитуляции была прямо вот здесь. С тех пор прошло уже около 7 месяцев. 7 месяцев нового цикла. Здесь тоже есть интересное наблюдение. Сознание некоторых людей до сих пор остается в ловушке вот этого предыдущего цикла. В их головах до сих пор живет воспитанный затяжным медвежьим рынком менталитет. Так и хочется вспомнить Великую депрессию. Вы наверняка слышали о так называемом депрессивном менталитете, который образовался в умах выросших во время Великой депрессии людей. Менталитете, который диктовал их психологию. Их мышление было совершенно другим. Они даже думали по-другому, потому что выросли в такое время. Очень похоже на то, что было во время этого медвежьего рынка. Люди росли в условиях продолжительного падения, которое и воспитало их образ мышления. Но задумайтесь еще об одном факторе. Мы уже 7 месяцев как вошли в этот бычий цикл. Но для последнего бычьего рынка пиком стала тень вот этой свечи. Это была эйфория. Но после этого около 7-8 месяцев рынок потратил на то, чтобы убить эту эйфорию, заменить ее на депрессию и капитуляцию. 7-8 месяцев понадобилось людям тогда, чтобы наконец утвердить печальное известие. Мы больше не находились в бычьем цикле. Теперь же спустя 7 месяцев, как мы вошли в этот бычий цикл, медвежий менталитет в умах только начинает сдаваться. Некоторые люди считают, что это вообще еще не было дном. К примеру, во время этого якобы дна мы не наблюдали присущие этому технические показатели. Например, не было большой тени самой нижней свечи. Мы не видели большую красную свечу объема. Всего этого не было. Поэтому есть причины некоторым участникам рынка полагать, что мы не были достаточно наказаны на этом медвежьем рынке. Ну, не было достаточного количества боли и наказания. Ладно. А разве не можно ли назвать наказанием последних 7 месяцев то, что такие люди пропустили этот невероятный рост? Разве не больно не иметь больше возможности купить дешевые монеты по 3000 долларов, а теперь они стоят 12? Те люди, которые в силу медвежьей ловушки в голове упустили поезд, разве они не чувствуют сейчас боль? По-моему, это и было самым убивающим наказанием. Вне рынка ждать настоящее дно и увидеть такой стремительный рост. Во время предыдущего бычьего цикла большая часть людей купила биткоин как раз ближе к его исторической вершине. А знаете, почему так произошло? Они слышали истории о криптомиллионерах, о том, как люди заработали за короткое время миллионы долларов на криптовалюте. Но весь секрет в том, что такие люди закупались вот здесь. А когда покупала основная часть хайповой толпы, они наоборот продавали свои монеты им с большой, можно сказать, огромной наценкой. Что касается сегодняшней ситуации, Лично я убежден, что следующий такой цикл спустя несколько лет будет самым невероятным и масштабным в истории биткоина. Поэтому я просто стараюсь накопить хотя бы еще один, еще один последний биткоин. Успею ли я это сделать, прежде чем он станет слишком дорогим для меня? Кто его знает, даже не могу предположить. А что касается вас, вы продаете или покупаете? Давайте посмотрим, что за это время показал опрос, который я создал в телеге. Кстати, если вы не участвовали в этом опросе, перейдите по ссылке на мой телеграм в описании под видео и проголосуйте. А теперь хочу показать вам кое-что интересное. Биткоин просуществовал 3837 дней, и только в 60 из них оказался плохим вложением. Потому что в это время биткоин был очень близок к своим историческим пикам. Другими словами, люди, решившие купить биткоин неделю назад и державшие его до прошлой субботы, выходили в плюс. В 98% случаев, исходя из результатов этого исследования. Конечно, это не сильно утешит людей, которые покупали биткоин в диапазоне 15 тысяч, 20 тысяч долларов. Но все-таки я хотел просто поделиться с вами этими интересными фактами. А дальше еще забавнее. Все мы знаем, что Kraken это криптовалютная биржа, но знаете ли вы, чем она являлась в начале своего пути? Вот вам билет в прошлое. Прежде чем стать биржей, Kraken был интернет-рынком, продающим виртуальные товары. Это было 7 лет назад, в 2012 году. В феврале 2012-го этот, на тот момент, молодой проект проводил конкурс на логотип для своей площадки. Приз за лучший логотип от участников конкурса составлял 175 биткоинов. 175 биткоинов за логотип! Так странно смотреть на это из 2019-го года, пишет пользователь реддита. Но, кстати говоря, даже тогда люди комментировали, что это много денег. Например, Грека далее нечитабельно написал «Вау, это куча денег! Жаль, у меня нет таланта». В феврале 2012-го года биткоин стоил приблизительно 5 долларов. 175 биткоинов оценивались в 875 баксов. А сейчас это больше 2 миллионов долларов. Самый дорогой логотип, наверное, для интернет-магазина в истории. Лет через 8 люди найдут это видео, увидят курс биткоина в 12 тысяч долларов и скажут «Вау, он был такой дешёвый, почему я его не купил?» Может быть, так и будет. Далее я хотел бы вам рассказать, что биткоин появился на телевидении. Снова. На этот раз в третьем эпизоде сериала «Эйфория». Такое забавное совпадение, рост биткоина и сериал называется «Эйфория». Ну да ладно, главный герой сериала использовал биткоин как способ оплаты, а не инструмент инвестирования или сбережения. Я бы назвал эту новость позитивной, ведь социум начинает воспринимать криптовалюту как нормальное явление, как часть нашей жизни. Всё больше людей начинает осознавать, что биткоин имеет ценность и что он уже никуда не денется. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!